Доброе утро коллеги, доброе утро крымчане. Да, в Керчи уже началась подготовка к Новому году. Город-герой преображается в нескольких районах города. Уже приступили к установке городских елок. Это район Аршинцево, район завода Войково и центр. О том, какими будут главные новогодние красавицы, мы сегодня поговорим с руководителем муниципального унитарного предприятия «Жилсервис Керчи» Игорем Носковым. Игорь Иванович, здравствуйте. Расскажите о том, как город-герой готовится к Новому году. Да, планируется в этом году установить силами нашего предприятия «Пять елочек». Это в районе Войково, возле школы Сердюка. Там будет стоять 9-метровая красавица. Это традиционное место ее установки. Все жители знают района. Также мы уже установили 7-метровую елочку в Комсомольском парке. В Аршинцево мы установили уже в молодежном парке. Там тоже 7-метровая елка. И бывшая наша главная елка по решению администрации устанавливается в районе ДК Корабелов. Это 14-метровая елка. То есть это уже елочка внушительных размеров. Она каркасная. Собирается быстро. Мы ее уже собрали и повесили новогоднее освещение. Ну и самая главная наша елка. Это вот, которая здесь на площади. Это, конечно, центральная. 18-метровая. Она весит более 3,5 тонн. Мы ее целую неделю собирали. Она уже собирается по классической технологии с веточками. То есть она, соответственно, пушистая, красивая, стройная. Ну, чтобы вы понимали, только якорь, который мы воздвигли внизу для удержания елки, весит более 25 тонн. То есть елка закреплена надежно. Сейчас нашими службами готовится порядка 180 метров. Это будет освещение на елке. Мы сейчас подготавливаем ее. Для того, чтобы повесить на такую елочку, уже нам надо будет задействовать две вышки порядка 4-5 человек и 2-3 дня. То есть, в принципе, на сегодняшний день у нас уже все основные работы сделаны. И в ближайшее время мы уже закончим освещение этих елок. Игорь Иванович, такая большая елка. Было сложно ее установить? Для этого, наверное, экран приходилось сюда на площадь привозить? Да, конечно. У нас работали и манипуляторы, и вышка. Мы почти две недели ее собирали. То есть она собирается по классической технологии. То есть каркасную елку ее быстро собирать. Здесь она, ну, как натуральная елка с ветками. То есть каждая веточка имеет свое место пронумерованное. То есть люди, конечно, они уже не первый раз собирают. Технология вся отработана. Ну, две недели практически мы занимались. И порядка, где-то около 8 человек каждый день работало на елочке. А скажите, как игрушки будете вешать? Ну, игрушки будем вешать. То есть сейчас администрация города нам предоставит объем игрушек. То есть для развешивания. Также с вышки мы будем развешивать. То есть как обычно. Это будут новые игрушки, получается, да? Ну, данным вопросом занимается администрация. Мы в соответствии с контрактом заключенным, мы как бы только технические работы выполняем. Поэтому, конечно, будет и закупленная часть новых, будут, скажем, и прошлогодние частичные. То есть все это будет как бы вместе. Игорь Иванович, сколько человек будет задействовано в процессе развешивания игрушек? В таком ответственном. И кто это будет? Это будут дворники или... Нет. У меня дворники занимаются уборкой города. У меня есть специальная служба. Это у меня РСУ, ремонтно-строительное управление предприятия, где специально обученные люди каждый год занимаются и этими вопросами в том числе. То есть порядка четырех человек, вышка будет привлечена наша, будут развешиваться. То есть в течение двух дней мы одновременно развешиваем и игрушки, и освещение. То есть освещение, сейчас гирлянды уже практически готовы. Как только будут игрушки, за два дня мы все этот вопрос решим. Игорь Иванович, расскажите подробнее об освещении. Что планируется делать, что это сделано? По городу, вы имеете в виду, или по елке? По городу, по, допустим, площади. Ну, освещением городской территории. Это поручено заниматься нашему подведомственному предприятию администрации Горсвет. То есть у них, ну, как бы, насколько у меня есть информация, опять же, есть уже штатное осветительное, скажем, освещение городское. И также будет сейчас приобретаться еще дополнительное. То есть сейчас будут проводиться торги, то есть есть экономия в ЖКХ, и будут закупаться дополнительно гирлянды, дополнительно консольное освещение на столбы. Спасибо большое. Я напоминаю, что с нами беседовал руководитель муниципального унитарного предприятия ЖКХ, Игорь Носков. Мы говорили о том, какой будет Керчь в новогодние праздники. Мы будем подробнее рассказывать об этом в своих выпусках информационных, в своих сюжетах. Коллеги, я передаю вам слово.